Что-то новое сам для себя открываешь. Что я там задумал неделю назад? Ну-ка, давай посмотрим. Так, и здесь мы создаем новый элемент, наделяем его айдишником. Так, нам нужна коллекция, нам нужна коллекция и нам нужна вот эта коллекция, да, мутированная коллекция. Все, вот она у нас есть, мы ее как-то подготовили, то есть у нас были базовые данные, но для работы нашего приложения нам нужен тот же самый набор, но в другом виде, в другом формате. Мы это сделали с помощью transform и теперь мы дальше какую-то свою логику приложения выполняем. Выполняем, мы создали два элемента, это std класса, давай их вот сюда вот, опа, 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 посмотрим, что это за элементы. Вот такие вот элементики и мы сейчас наглядно посмотрим работу метода prepend, push, pull и так далее. Вот так, вот так и вот это нам потребуется. Так, у нас есть коллекция и с помощью метода prepend мы устанавливаем вот этот вот элемент, мы помещаем в самое начало коллекции. Мы его поместили, мы его поместили и его забираем, да, чтобы посмотреть, что у нас получилось-то. Следующий метод push, это добавить коллекцию. С помощью пуша мы в самый конец помещаем. Наверное, будет лучше вот так сделать. Вот так. Даже нет. Коллекция вот так. Да. Вот last first просто уберем и посмотрим, куда наши вот эти красавцы, вот это тоже нам не нужно. Да, вот так. Куда они у нас добавились? Вот мы их помним. Давай, наверное, даже их вот сюда вот так возьмем тоже. Опа, опа. Вот наши эти два элемента. И было 95 элементов, стало 97 элементов. Смотрим первый элемент. Это вот у нас 999. Вот он, наш самый первый, да, вот он 999. И самый последний 888. Идем в самый низ. Вот он, что я, 888. С помощью prepend мы поставили какой-то элемент на самый верх, а с помощью push мы поставили в самый конец. В самый конец. Так, с этим ясно. Ты нам тоже не нужен. А здесь мы их ставим туда и туда. И при этом, обращаясь к самой коллекции, мы говорим, дай нам первый элемент и дай нам последний элемент. И, соответственно, мы должны будем получить те же самые элементы. Pool, pool, да, и pool делаем еще. Есть у нас push, есть pool. Pool — это забрать. Забрать первый элемент. Оп. Так, вот наша коллекция, в которой 96 элементов. Было 95. Мы два добавили, а один с помощью пула мы забрали. Вот он. Key. Key с идентификатором 1. Мы выводим коллекцию. Первый элемент, который мы забрали, он должен быть у нас 999. Мы забираем последний элемент. Он должен у нас стать 888. И pooled item мы забираем, который мы забрали. Мы его оттуда вытащили из коллекции, и он в коллекции пропал. Из коллекции пропал. Да, и поэтому у нас стало сколько там элементов? 96. А должно быть, если бы он там и остался, а взялась копия, то, соответственно, осталось бы правильное количество. Вот он с идентификатором 1. Допустим, мы хотим идентификатор 10. Если такой есть. Есть. С идентификатором 10 мы забрали. Этот 88, этот 99. Все нормально. Все нормально. Тут 96. Да, один элемент ушел. То есть элемент с идентификатором 10 у нас здесь не будет. Вот он 9 есть, вот 11 есть. Все, 10 нету. Элементы начала коллекции. Фильтрация, замена ORV. Вот то, что вопрос был в комментариях. Писали то, что ORV нету. ORV нету на текущий момент. Но есть фильтр. Есть фильтр. А что такое ORV? Это та же самая фильтрация. Просто OR говорит или, а не и. А в фильтре мы можем делать все, что угодно. Любые условия мы туда можем поместить. Так. У нас есть группа записей. Группа записей. Так, нам вот это нужно. А вот это не надо. Так, вот это не надо. З это откуда-то появилось. Давай, до свидания. Вот это не надо. У нас есть мутированная коллекция из 95 элементов. И вот здесь мы хотим сделать фильтрацию. А именно, посмотреть, как у нас заменить ORV. Да, вот решим ту задачу, которую человек решал в комментариях. Так. С помощью фильтра точно так же мы создаем здесь, для того, чтобы он отработал, нам нужно создать вот некую безымянную функцию. Item – это элемент. В данном случае он будет std-класс. Да, он будет попадать нам сюда. И здесь мы в конце должны ответить true или false. Если мы отвечаем true, то он проходит в отфильтрованную коллекцию. Если мы отвечаем false, то этот элемент отсеивается, фильтруется, не проходит. И здесь у нас должны отработать два условия. Это по дням и по дню недели и по числу. То есть мы хотим, во-первых, получить все пятницы. И всенепременно эти пятницы должны быть 11-го числа. Ну, допустим, или 13-го. Мы хотим все пятницы 13-е. У нас есть 95 статей. Мы хотим узнать, какие статьи были написаны в пятницу 13-го. Вполне возможно, когда люди читают эти статьи, они умирают. Или наоборот, у них что-то хорошее в жизни происходит. Мы хотим сделать отбор этих статей и посмотреть, допустим, количество просмотров. Зачем-то они нам нужны. Первое условие у нас. Мы проверяем. Это у нас карбон. Мы карбон еще не изучали. Когда-нибудь мы его изучим. Created Ed мы у карбончика спрашиваем. У него есть метод из фрайды. Мы спрашиваем, это фрайды? Это пятница? Если да, тут будет true. Если нет, тут будет false. Точно так же у Created Ed мы день. Какой? День месяца. День месяца. Это 13-й день месяца? Ну, проверка. Проверку ты знаешь, да? Так. Вот это вот я написал. Зачем я так написал? Я написал это за тем, что люди иногда решают такой вопрос вот таким способом. Вот таким способом, да? Вот так. Курлык. И решили. Ну, красиво? Красиво. Хорошо? Хорошо. А на самом деле не очень хорошо. Потому что такие люди, которые делают именно вот так. То есть, если они позволяют себе вот это вот делать. Они позволяют себе еще и третий параметр добавить. Проверочку там. И он туда уходит. Либо в столбик начинается. И ты, когда этот код читаешь, ты заходишь в этот, думаешь, что здесь происходит? Что он хотел? Так. Пятница. Так. Одиннадцатая. Так. Там еще что-то. Там еще что-то. И еще что-то. А-а-а. Проклятые статьи. Точно. Он хотел получить проклятые статьи. Да? То есть, тебе нужно время на осознание. Ну, только красиво, коротко. Нет. Это не красиво. Мы код пишем для людей. Мы код пишем для людей. Поэтому нужно стараться, чтобы он был хоть как-то понятен. Это первое. И нужно стараться сделать так, чтобы мы могли хоть какой-то дебаг сделать. Потому что, если тут какая-то проблема, и ты будешь думать. Так, блин, а что у нас? А что у нас вот это выдаст? Так. Где у нас проблема? Может быть, вот тут? Ну-ка я дедешечку вот так вот. А, нет. А может быть, вот это условие? Ой, нет. Нет. И тебе придется эти условия разбивать, смотреть, выявлять. А если бы они были прописаны по-человечески? Ну, как по-человечески? Для человека. Не для машины. Не для того, чтобы сэкономить место. Видите ли, ну, места ему не хватило. Так, мы понимаем то, что, ага, это у нас фильтр по дню, это у нас фильтр по дате. Ну, можно по-другому назвать, да? Здесь как бы конкретно этой логики нету. Она примерная, завышепритянутая. Так, это по дне, это по дате. Так, ага. Результат у нас день и дата должны вот эти вот соответствовать. Соответственно, мы вот так вот можем сразу посмотреть результат. Он у нас как отдельное, да? Он у нас не вот здесь. Ой. Он у нас не вот здесь. Не вот так даже, да? Хотя тоже так можно, да? Это варианты написания кода. Можно и так, можно так. Можно первый способ, да? Но тот первый способ, он обязательно принесет тебе эти проблемы. Ты обязательно когда-нибудь зайдешь в этот код, и ты начнешь дебажить, ты начнешь смотреть, начнешь задавать вопросы, почему и как, и тебе будет непонятно. Подиагональ ты прочитать не сможешь. А такой код можно подиагональ читать. И легко дебажить его. Соответственно, когда у тебя вот это вот есть, все, ты можешь посмотреть вот эту переменную, что сюда пришло в это условие, как отработало вот это условие, и какой получился результат. Все, не отходя от этого, просто ставишь ддшечки и смотришь. Конечно, может быть, ты гений xдбага, и ты все это офигенно можешь здесь вот это оформить, как там дольфях и так далее. Я не знаю, что ты здесь вообще потерял тогда на этом, в этом курсе. Вот. До xдбага мы тоже когда-нибудь может дойдем, а может и нет. В общем, вот такое написание кода, оно делает код более понятным. И его, во-первых, читать по диагонали будет проще. Будет понимание, да, что происходит. Во-вторых, вот эти самые проверочки, какое условие облажалось, какое условие, что значение выдало, гораздо проще будет делать. Еще раз повторюсь. Вот сколько кода такого видел, краткого написания, да, когда сразу ретурн и вот такое вот делали, там, в 3-4 нахер, блин. Всегда приходилось смотреть, что где выскакивает, что как. И неоднократно. То есть, если бы человек сразу написал, во-первых, было бы ясно, что там за логика. Во-вторых, продебажить было бы проще. И вот, поэтому ты можешь делать, как хочешь. Я рекомендую делать вот так. Вот так. Итого, мы получаем, да, у нас есть список статей. Мы хотим получить, так, мы тут фильтры, да, фильтры. Мы хотим получить пятницы 13-й. Если таковые есть. Если таковые есть. О, нету. Таковых нету. Ну, давай искать пятницу 12-й. В прошлый раз вот опять... Ууу, что я такое? И 12-х нету. В прошлый раз вот 11-е появились у меня. 11-х нету. Десятые должны быть. Десятые. Девятые. Да не может быть. Восьмые. Эх, не надо... Не надо мне копировать. Восьмые. О! А пятница 8-е? Вон их сколько много. То есть, шайтан статей у нас нету. Никто у нас от нашего блога не умрет, если он будет читать. Все хорошо вообще. Вот. Так, смотрим. Дата создания. Это у нас 2-е февраля 2019-го года. Давай проверим. Апрель. Март. Февраль. Подожди. Какое второе? Восьмое должно быть? А, восьмое. Ну да, восьмое. Смотрим. Восьмое. Фрайды. Пятница. Все хорошо. Все хорошо. Так, с этим все ясно. С этим все ясно. Ты, наверное, нам тоже не нужен. О! Добираемся до конца. Конца. Запланированного. Посмотрим, что тут я запланировал. Что я тут запланировал? Ага, я с нуля делаю коллекцию. Сортировочку. Точно. Сортировочка. Дошли до сортировочки. Тоже полезная вещь. Вот, опять же, путаница, да, может пройти. Когда мы eloquent запрос делаем, там у нас есть order buy, а здесь order buy нет. Здесь есть sort buy. То есть order buy – это то, что перед запросом мы формируем, да, перед тем… То есть формируем запрос и говорим, там вот выбери. А здесь у нас уже набор данных есть, поэтому sort buy. Есть у нас sort buy. Он у нас отсортирует от меньшего к большему ASC, да, а от большего к меньшему desk, соответственно, sort buy desk. У нас есть простая коллекция. Вот у нас простой массивчик 5, 3, 1, 2, 4. Мы его просто отсортируем. Простая сортировка. Есть просто sort. Sort buy. Мы пишем поле, да, по коме сортировать. И sort buy desk тоже пишем поле. Либо, как ты видишь, можно callback функцию завести. Но я почему-то поленился пример показывать. Так. Давай посмотрим, что у нас получается. Sorted simple collection. Да, у нас простая коллекция есть. И мы просто вызываем метод sort. Коллекция 5, 3, 1, 2, 4. Что у нас получается? Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5. По умолчанию он нас вот так вот отсортировал. И смотри, кии он у нас сделал, да, все-таки. И поэтому, если мы, ну-ка, value сделаем. Ну, yes. У меня вот эти кривые ки, если честно, они прямо как это, я не знаю. Как будто пенопласт трогаешь, так неприятно становится. Хочется вот в порядок провести. Так, sort by. Sort by у нас sort ASC collection, да. То есть здесь мы... А тут, а что она такая большая? А, тут мы старую коллекцию. Старую коллекцию. Так, подожди, мутировшая коллекция. Старую коллекцию мы здесь, да. Sort by created at. Sort by created at. Итого, у нас получается, наверху получается, самая минимальная дата. Так, девятнадцатая, первый месяц, двадцать седьмое число. Следующее, это у нас будет двадцать седьмое число. Но время уже, тут было два часа дня, тут четыре часа дня. Идем в самый низ, и там было двадцать седьмое. А здесь у нас тоже двадцать седьмое. Че? Created at. Двадцать седьмое. Февраля. А, тут января, там февраля. Я подумал, опять что ли сюрприз какой-то. Так, тут да. В общем, там самые первые даты, внизу самые последние даты. Это у нас вторая была. Это у нас sort by desk нашей первой мутировавшей коллекции. То есть, не первой, а старой. Да, и sort by desk. Sort by desk мы уже не по created at. Мы уже по item id. Да, наверху получается самые большие иды будут. Вот он, девяносто пятый. А внизу самые маленькие иды. Это у нас первый ид. Есть. Все, что я запланировал тогда, неделю назад. Я ее неделю назад должен был снять. Но когда я начал снимать, я понял, что мы забыли сделать удаление. И мне пришлось снять видос по удалению. Так как мы записи-то здесь удаляли. Вот. Вот, собственно, и все. Давай посмотрим, что там по коммитам. Ничего ли я не забыл. Post controller я сделал. Да, force delete я спрятал. Destroy оставил. Home controller это... Я зачем? Тест какой-то. Что-то я там тестил. Так, вот этот... Маршрут. Маршрут. А, ну и ларавельчик изменился. Ларавельчик изменился. Рауты осмотрел маршруты. И наш вот этот вот контроллер. Это уже 48-й урок будет. Но запишу я это уже, назову после записи. А может быть на две части разобью. А может быть еще какие-то методы рассмотрим. Может быть еще какие-то. Но вот насколько я помнил, на прошлой неделе я постарался найти вот именно часто используемый метод. Методов там немерено. Полезных очень много. Поэтому вот эта вот штука, вот эта штука, она у меня реально стоит в pinnet tabs. В закладочках. В закладочках. Потому что я забываю все эти методы. Забываю про возможности. И когда у меня какая-то там операция предстоит сделать, да, по данным, да, я на всякий случай в коллекцию забегаю. Я смотрю, есть ли этот метод. Может быть уже реализация есть. Я умышленно стараюсь ничего не запоминать. А запоминание у меня идет исключительно по практике, да. Да, тут, если все это обсматривать, это немерено будет видосов. Очень много, очень много всего. Поэтому рекомендую также это. Если ты не знал вот про этот, про этот API help, так сказать. Сразу ставь лайк, сразу моментально ставь. Потому что вещь очень полезная. Очень полезная даже. Ну, зачастую вот этот help, он тебе нужен будет поначалу. Пока ты только в Laravel въезжаешь, да. Чтобы вот почитать текстовки. Узнать, что как это все, для чего. А в работе это вот здесь. В работе это исключительно вот сюда вот уже лазаешь. Смотришь всякие эти методы. И то за ними уследить нельзя. Вот я реально, у меня такое впечатление, как будто раньше, увы, нельзя было ставить. Или можно было? Что-то я с чем-то путаю. Ладно. Все, спасибо за внимание. Наверное, видео получилось долгим. Скорее всего, разделю. Подписывайся на канал, если еще не подписался. Ставь лайки. Комментируй. Если хочешь помочь каналу, внизу там будет ссылочка и описание всяческое. Все, спасибо. Всего тебе хорошего. Хорошего тебе. Изучение Laravel. Подвис я. Ладно, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok